МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что там уже работники этой организации? Конкретно что должно быть сделано? 25 января мы надеемся, что подрядчик уже зайдет на объект, на школу 32, и начнутся прежде всего демонтажные работы, но после этого начнется капитальный ремонт школы номер 32. По контракту предполагается замена всех инженерных сетей, усиление, так скажем, пищеблока образовательной организации. Они у нас работали не на полном цикле, на доготовке. Сейчас в школе будет полный цикл приготовления пищи. Расширится обеденный зал для детей, спортивный зал будет отремонтирован, раздевалки, актовый зал, все учебные кабинеты. Значительно обновятся кабинеты для изучения иностранных языков. И остальные кабинеты тоже, новое дыхание, коридоры, холлы, образовательная организация, все будет отремонтировано. Раздевалки, ну и соответственно будет обеспечено совершенно новое, современное оборудование для данной школы. Хватит, нет места, поскольку, говорят, там будет расширение аудитории, особенно для изучения иностранных языков, а была теснота некая? Места хватит, потому что проект уже был подготовлен заранее, согласован с директором школы, прошел государственную экспертизу. То есть все те изменения и новшества, которые касаются переоборудования, переоснащения кабинетов, так скажем, изменения каких-то конструкций, некапитальных, они все согласованы с госэкспертизой. Все теперь соответствует нормам и думаю, что будет новый уютный школа для учащихся учителей 32-й школы. Спортивные объекты, вот тоже проблема была в школе с этим. Как будет реализовано вот уличное ядро, как мы говорим? Благоустройство территории тоже запланировано, то есть будет ремонт произведен не только школы, но и ремонт территории. Образовательная организация, будет обеспечен стадион, стадион, игровые площадки, тоже проект уже есть. Надеемся, что тоже все будет очень современно, неожиданно для учащихся. Такая территория новая появится у школы. Ремонт и благоустройство будут проведены в темпе до конца года, надо успеть. Да, потому что до 31 декабря все ремонтные работы должны быть завершены на объекте. И после каникул следующего года мы уже должны прийти и учиться в новой школе. Ну вот поскольку такие быстрые темпы, чтобы завершить, получается, две школы еще, 48-я у нас в ремонте пока находится в этом году, а готовится или может быть уже готова документация для предстоящих ремонтов школ очередников, которые есть в списке ожидания на капитальные ремонты, когда станет понятно, какой школе собирать вещи и передислоцироваться, образно говоря? Ну вопрос абсолютно правильный, потому что этот процесс у нас действительно сейчас идет очень системно. Капитальный ремонт образовательных организаций. И уже 20 января мы заключаем соглашение. Глава города заключает соглашение с Министерством образования Свердловской области о ремонте следующих двух школ. Это школа номер 33 и номер 70. То есть в 2024 году начнется ремонт уже вот этих двух школ. И вчера на совещании у главы города мы обсуждали, что Тагилграждан проект приступает к разработке проекта следующих двух школ, которые будут уже в 2025 году ремонтироваться и в 2026 году завершаться. Это школа 138 и школа номер... 25, наверное, да? 25, правильно. 25. Когда следующая школа, вот получается, вы сказали две школы в следующем году, 33 и 70, это так же, как и 32, с самого начала года будет ремонт проводиться? С начала календарного года, 24 года, но эти две школы у нас заявлены на два года ремонт. То есть они будут, ремонт этих школ будет завершен в 25 году, к 1 сентября. То есть полтора года там дается, да? Да, да. К другим вопросам. 1 февраля завершается подача заявлений для участия в едином государственном экзамене. Какая у нас на сегодняшний день обстановка? Идет ли регистрация школьников? Ну и есть, нет понимания на сдачу каких предметов ориентируются наши выпускники? 1 февраля завершается прием заявлений от наших старшеклассников, самых старших детей нашей школы на прохождение экзамена в форме ЕГЭ. 1 числа закончить свою работу региональная база данных и внести изменения уже будет невозможно. Если что-то поменяется, то необходимо будет решение государственной экзаменационной комиссии под председательством нашего министра образования. Все изменения очень должны быть обоснованы. Это либо заболевания на момент подачи заявления, либо изменения правил приема в ВУЗы, куда планировал поступать выпускник. Но сейчас это в исключительных случаях только происходит, потому что до 1 октября все ВУЗы разместили свои правила приема. Выпускники 11 классов сейчас выбирают в обязательном порядке русский язык, математику, базовый уровень или профильный уровень, если это необходимо для поступления в ВУЗ. Вот это два экзамена, без которых аттестат мы выдать не можем. Остальные экзамены, их можно выбрать 14, выпускники выбирают для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение по тем профессиям, где бы они хотели обучаться и потом продолжить свой жизненный, так скажем, профессиональный путь. Сейчас выбор предметов осуществляется ребятами. Мы буквально утром смотрели региональную базу данных. Порядка 1100 выпускников, а у нас их 1250 в этом году, уже внесли свои заявления в данную систему с помощью наших школ. 30 выпускников прошлых лет уже заявились о сдаче ЕГЭ в этом учебном году. Процесс идет завершится, я повторяю, 1 февраля. Поэтому сейчас очень важный момент для наших 11-ти классников. Надеемся, что они выбор свой сделают правильно и не станут выпускниками прошлых лет, чтобы какие-то экзамены доздавать на следующий год. Про выбор предметов. Уже сейчас видна тенденция, выбирается, конечно, русский в семье, математика профильная, очень много ребят выбирают. На третьем месте у нас общество знания традиционно, биология, физика и информатика. То есть вот это, так скажем, рейтинг пяти предметов, которые выбираются наиболее часто нашими выпускниками. Когда будет полная ясность о том, где сдавать, как сдавать? Потому что несколько же точек по городу. Да, да, 10 пунктов проведения ЕГЭ в нашем городе открыты на базе действующих наших образовательных учреждений. Известны эти пункты уже достаточно давно, с 1 сентября утверждены. И все организаторы проходят повышение квалификации, установлено специальное оборудование для проведения ЕГЭ. Для нас это процесс не новый, с 2009 года мы в таком режиме уже работаем, и все отработано. И выпускники, учителя, все знают, где проводятся у нас экзамены ЕГЭ. Обратный процесс, процесс у выпускников, процесс зачисления в школы, в данном случае, конечно же, это зачисление в первый класс, и какова процедура записи в этом году в первый класс, и когда начнется, и как будет проходить? Может быть, новшества какие-то опять появились? Ну, мы тоже привыкли, что запись первой класса начиналась 1 февраля. Уже два года запись первой класса идет 1 апреля. Поэтому сейчас мы, конечно, всем родителям еще раз напомним, что запись первой класса будет в 0-0 часов 1 апреля. Прежде всего, заявления на зачисление в первый класс будут приниматься у родителей, чьи дети проживают на территориях, закрепленные за школами, и сохраняется преимущественное право братьям и сестрам, которые были и в предыдущие годы у нас тоже обозначены. То есть, независимо от места проживания, братья и сестры, если учится старший брат или сестра в данном учреждении, имеют право подать заявление в первоочередном порядке. То есть, сейчас надо заботиться о документах, подтверждающих право регистрации по месту жительства или право регистрации временной, которой пользуются некоторые родители. Напоминаю, что образовательным учреждениям предписана проверка данных документов, подтверждающих это право, вообще всех документов, подтверждающих льготы любые при зачислении. Поэтому зачисление будет проходить только в июне месяце. То есть, вот этот долгий период родителям первоклассников придется ждать решения о зачислении в школу. — О конкурсах хочется задать вопросы. 16 января буквально на днях стартовал всероссийский конкурс «Снежный городок Экалят-2023», ну точнее, стартовал муниципальный этап этого всероссийского конкурса. Для кого этот конкурс организован? Будут ли участвовать тагильские школы или, может быть, это доп. образование? — Это конкурс всероссийского уровня, организован Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Наш муниципалитет, наш регион в этом конкурсе активно участвуют. Конкурс — это для дошколят и младших школьников, то есть первый и второй класс. В результате этого конкурса ребята презентуют «Снежный городок», который создан на территории образовательной организации, и по результатам получают призы или прохождение в следующий этап данного конкурса. У нас с этим конкурсом организовывает этот конкурс «Городская станция юных натуралистов». Напомним, что там создана экостанция, которая является организатором данного всероссийского конкурса. Еще одна акция всероссийского уровня — письмо в блокадный Ленинград, но, видимо, более серьезное. Это, кстати, надо сказать, что сегодня, 18 января, день прорыва блокады Ленинграда, в 43-м году как раз в эти дни, состоялась операция на Ладожском озере, которая была очищена от противника, ну и вот считается такой датой в нашей истории, день прорыва блокады Ленинграда. Собственно, акция письмо в блокадный Ленинград, какова суть этой акции, ну и кто будет участвовать из Тагильских школ? «Сегодня 80 лет этому событию. Это мероприятие, скажем так, организовала Национальная российская ассоциация родителей, школьников. Они выступили с этой инициативой. Письмо действительно в блокадный Ленинград. Это предполагается, что учащиеся и родители, то есть семья, пишут из сегодняшнего дня письмо прошлому поколению защитникам Ленинграда. Если семья каким-то образом была связана с этим событием, то к письму можно прилагать фотографии, те документы, может быть, архивные, которые имеются в семье. Эта акция проводится для всей России. Заявляются туда не школы, заявляются туда именно семьи. Письмо должно содержать 900 знаков. Это символично, потому что блокада Ленинграда именно 900 дней длилась. То есть и вот такие своеобразные письма о том, что мы помним, мы не забыли. Эти письма нужно отправлять на адрес электронной почты Национальной российской ассоциации родителей. Мы в своих объявлениях этот адрес укажем. Можно размещать данные письма в группах ВКонтакте, в личных группах ВКонтакте семьи с хэштегом «Ленинград мы помним». То есть это акции, которые проводятся у нас в память. Они под общим названием «Ничто не забыто» идут. Идут эти акции. Вот данное письмо как раз проводится в рамках данной акции. А еще более серьезный вопрос, который хочется задать. Летом Государственная Дума приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с педагогов. На Ваш взгляд, что является лишней в работе учителей? Какой груз будет снят или, может быть, уже спал с плеч наших педагогов? На законодательном уровне принято, что с 1 сентября 2022 года, уже с 1 сентября 2022 года, с уровня учителя, то есть заводчик, директор школы, не может спрашивать ничего, кроме пяти основных документов. Это рабочая программа учебного предмета или курса. Это рабочая программа курса внеурочной деятельности, если педагог ведет этот курс. Это если педагог осуществляет функции классного руководителя только с этих педагогов. Это могут быть планы воспитательной работы с классных руководителей в обязательном порядке. И это характеристика учащегося, если есть запрос на данную характеристику. Ну и кроме того, это ведение журнала. Сейчас уже четко обозначено, что ведение только электронного журнала, журнала, который, ну как мы, бумажный журнал его так называем, это заполнение уже не требуется от учителя. С 1 сентября уже это знают наши руководители образовательных учреждений, завучи, и велась с нами большая, очень разъяснительная работа среди педагогической общественности. Ну, надо сказать, никаких жалоб от наших педагогов не поступало, потому что мы открыли горячую линию, куда любой педагог, в общем-то, мог позвонить, задать свои вопросы о том, что, допустим, руководитель или заместитель директора перегружает нашего учителя в каких-то вопросах. Наше министерство образования, сейчас же мы работаем в год педагога и наставника, приняли такое решение, чтобы действительно были действенные меры, не просто праздничные мероприятия, а действенные меры, разработать стандарт, так скажем, информационный стандарт тех документов, которые можно, скажем, затребовать такое чиновничье слово с уровня учителя, с уровня заместителя директора, с уровня директора управления образования, министерства образования. То есть вот такой вертикаль номенклатуры, так скажем, дел, вот тех документов, которые должны заполнять наши руководители, заместители директоров, учителя, будет определён. То есть это тоже поможет. Такое было в советское время. Все понимали, что должны заполнить, в какие сроки. И это, конечно, упорядочило работу и нагрузку всех работников системы образования. Если такое будет сделано и утверждено, думаю, что всем на самом деле станет от этого жить легче. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы общались с начальником управления образования города Татьяной Удинцевой. Всего доброго. Оставайтесь на Тагилт-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин